А именно проблемы любой команды практически. Это проблемы коллективного творчества. Я не знаю, почему они ко мне обратились, потому что я всегда творил в одиночестве. Но я им сказал, когда они мне описали свои проблемы и проблемы других команд, что мне это знакомо. Не на собственном опыте, а на опыте моих друзей, у которых было нечто схожее почти 200 лет назад. Вы, конечно, знаете мое послание в Сибирь декабристам во глубине сибирских руд и ответ Адоевского «Изыск, провозгорится пламя», но это был не весь ответ. Была еще прозаическая часть. Мои друзья декабристы передали мне стенограмму одного заседания, которое я хочу вам зачитать. Итак, Санкт-Петербург, конец ноября 1925 года. Экстренное заседание Северного общества делегатам от Южного. присутствует кооптированный полковник Пестель. Трубецкой, господа, выступление на 17-й назначено буквально через две недели. А в нашей команде декабристы еще нет текста, но не написано ничего. Рылеев, вскакивая, даже предлагал своей думы. 18 вариантов, ничего вам не подошло. Давайте зачитаю 19-й. Волконский, Кондратья, сядь. Ты хороший человек, но ты сядь. Рылеев обижена. Да я среди вас один поэт. Кто вам еще текст напишет? Пушкин, что ли? Так он который год под домашним арестом сидит. А имейл еще не изобрели. Пущин. Друзья, не надо отчаиваться. Я как раз на медне навещал Александра. И он передал вариант текста нашего выступления. Слушайте. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за не мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Ну и так, примерно 10 глав. Пестель недовольна. Ну что, это дядя, за не мог. Такой плоский намек на недавно усопшего императора. Уже и так упрекают, что в наших выступлениях слишком много политики. Нельзя ли без этого? Каховский. Да я к тому же, по-моему, первую строчку где-то уже слышал в басне у кого-то другого. Пушкин что, исписался? На вторичное творчество перешел? Рылеев, да дело не в первой строке, господа. Вы посмотрите на вторую. Она же начинается со слова «когда». Все, ну и что? Рылеев, ну это так приземленно, как-то по-кухонному. Почему не сказать «вельми» или «понеже»? Кондратий, ты опять за свое. Калковский, а почему не в шутку? Что же пахахметь нельзя будет? Лучше это за мрак такой во второй строке. Калковский. Почему же за немог? Как-то быстрее. Я, наверное, заболел, закосил. Трубецкой. А мне вот в третьей строке категорически не нравится слово «он». Кущин, но почему? Не знаю. Не нравится и все. Заменяйте на любое другое. Она, 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 нет, 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 он я не потерплю, а кто я подаю в отставку с должности штабс-капитана команды? Пестель. Вы точно так же. Ой, ой, напугал. Ты еще высочайшие жюри доносно пиши. Калковский. Полковник, вы забываетесь, ваши амбиции переходят в всякие границы, я требую с аттестфакции. Общий шум, обмен, вызовем индуэль. И пупа на весь экран. В ровье фокосов. Господа, но ведь князь, безусловно, прав. В слове «он» для меня лично слышится несомненно плохо скрытая пошлость. Друзья, успокойтесь, текст можно доработать, но не нравится «он». Подумаем над вариантами. Еще замечание есть, Пестель. Себя не годится. Трубецкой, почему это? Мы ратуем за общее дело всякая себятина неуместна. Полковский перебивает. А меня вот раздражает слово «и». Все, ну почему? Не знаю, не могу объяснить. У меня с ним какие-то негативные коннотации и ассоциации. Трубецкой, да, господа, понятно. Время позднее, заседание закрывается, страфу отсылаем автору на доработку. Пущин. Но он же практически открыто написал, что лучше выдумать не мог. Не сможет он сочинять заново. А кто за него сочиняет, будет Пушкин, что ли? Впрочем, а что, о чем это? Трубецкой. На следующем заседании обсудим продолжение предложенного варианта. Пущин. Что там дальше? Пущин. Как думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых, всевышней волею Зевеса, наследник всех своих родных, Трубецкой перерывая, вот-вот, господа, поговорим и о наследниках престола, и о Зевесах земных до небесных, а главное, как текстик причесать. Две недели пролетели незаметно в заседаниях и дебатах. Успели кое-как редактировать первую страху. Пушкин хотел приехать на обсуждение? Хотел. На дорогу перебежал Заяц, очевидно, подосланный конкурирующей командой Октябристы. На площадь вышли неподготовленными. Трубецкой сбежал в последний момент. Жюри выступления не понравилось. Засудили. Браво!